Хей, друзья, привет! Привет! Я чуть не забыла, честно скажу, про онлайн-скетч, точнее я все отфотографировала и собралась уже домой из студии, но такая, Катя, ты не записала. В общем, друзья, четверг традиционный и будем с вами скетчить. И сегодня на расслабончике будем скетчить такую красоту, мы будем рисовать вишенку. Я хотела ее сорвать еще вчера, чтобы отфотографировать для рисовашек, но думаю, ну нет, что-то было как-то так. Ну, в общем, и все, знаете, правильно сложилось, потому что когда я проходила уже сегодня, то ягодки стали красненькие, и это замечательно. И я сделала такие классные фотки, которые дико меня вдохновили, и я даже в рамках работы над своим марафончиком сделала шедевр. Посмотрите, какая красота. Короче, все, не буду показывать больше, а то сейчас начну только об этой работе и думать. Я в диком восторге, и мне теперь хочется нарисовать вообще все. И я предлагаю вам опять же расслабиться, потому что ботаника это всегда так легко, интересно, но тоже надо же всегда что-то усложнять, поискать какую-нибудь интересную композицию, фоточки. Я стараюсь, в принципе, уже компоновать, но ищите всегда свое, потому что так интересней и так сложнее. То есть мы вообще стараемся учиться и развиваться, чтобы наш арт был круче и круче с каждым разом. Мне, правда, очень хочется, чтобы вы все росли, становились круче и круче, и любоваться потом вашими успехами и достижениями. Это, правда, потрясающе. И я сегодня очень от этого кайфанула, от ощущения того, что чувствую какой-то вот, опять же, новый уровень, чувствую какой-то прогресс. И это, правда, такое удовольствие, это так приятно, и я очень хочу, чтобы вы тоже испытывали такие ощущения. Но для этого надо, конечно же, что-то делать и, конечно же, практиковаться регулярно. Рисовать и искать, опять же, что-то новое. Не просто находиться в своей, так сказать, зоне комфорта, а стараться идти чуть дальше, возможно, пробовать какие-то новые материалы, новые техники. То есть если вы постоянно скетчите карандашом, попробуйте взять фломастер, либо попробуйте взять тушь, либо пастель или уголь. Что-то поменяйте, потому что надо регулярно себя пинать, чтобы образовывались новые нейронные связи, и мы, опять же, становились круче. Вот, правда, очень-очень всем хочется этого пожелать, этого приятного ощущения своего прогресса. Да, я как человек, который сегодня его почувствовал, вот, у меня просто даже, знаете, нет слов, потому что я реально очень рада. Ибо перед этим у меня выходила такая ужасная работа, я была так недовольна, хотя изначально так хорошо была настроена, и чуть не впала в депрессию, мне кажется. Но, слава богу, я взяла и поверх старой работы нарисовала вот эту вот красоту. Так что, друзья, через все можно пройти, везде можно найти что-то положительное, какие-то инсайты, как модно нынче говорить, и любой какой-то негативный опыт, какие-то переживалки, как я всегда и говорю, это вклад в нашу копилочку, опять же, в наш опыт, который позволит вам следующую работу сделать лучше, на порядок лучше. Делитесь своими работами, не забывайте ставить тег, буду ждать, и фоточки, как всегда, в видео, и в группе ВКонтакте, там тоже публикуйте под постом-анонсом свои работы, будет очень-очень здорово посмотреть, и чем у нас больше, тем круче. В общем, всем вишни, всем лето, и до новых встреч, жду картинки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok